Донецкий институт социального образования Кооператив «Вольво», 21-я шахта, заправочные станции, магазины Город жив, но раны его глубокие и многочисленные Какой ценой достается перемирие? До сих пор нет возможности подсчитать потери разрушения По данным МЧС, Донецкий артиллерийским обстрелом Снова подвергались Куйбышевские и Петровские районы В результате в Петровском районе погиб один человек Пятеро получили ранения различной степени тяжести В Куйбышевском районе вследствие попадания взрывоопасных предметов Возник пожар на улице Стандартный в частном доме На улице Ермолая Жукова также возник пожар в частном доме Уничтожена летняя кухня На улице Куйбышева снаряды попали в неработающий завод «Стройдеталь» Повреждена транспортерная лента Погибших и пострадавших нет Также разрушением вследствие попадания снарядов Подверглись дома по улицам Югославской, Артемовской, Словацкой В поселке Красный Пахарь Три дома остались без остекления, повреждены кровли и прикрытия На улице Толстого разрушена часть дома На улице Куйбышева пожаром уничтожены металлический гараж и автомобиль Более подробно о жестоком покушении украинских карателей на ночной город Смотрите в вечернем выпуске новостей А тем временем в Украине люди начали задумываться о том, что же на самом деле происходит здесь, на Донбассе Мэр Запорожья заявил о готовящемся силовом захвате власти в городе Мне поступила информация о запланированном на ближайшие дни силовом захвате власти в городе С привлечением вооруженных боевиков и проплаченных псевдо-активистов С отстранением от выполнения обязанностей депутатов городского совета Исполкома горсовета и меня как городского головы По его словам, развязана беспрецедентная информационная война Дискредитирующая законно избранную легитимную городскую власть Видимо, несмотря на заявление Киева о беспрекословном подчинении всех областей новой власти В действительности в регионах неспокойно Есть информация о том, что Запорожье готовится к штурму Жителей учат вести бой в городских условиях